Девушки отдыхают Доброе утро Было доброе, пока ты не позвонил Что случилось на этот раз? Я тоже рад тебя видеть Слушайте, тут такое дело Вы не поверите Знаете, где я был? Подожди Дай сообразить У бабы Вот ты думаешь, я только баб и могу Оба Это что-то новенькое А то, что еще там моешь, а? Да не в смысле кого В смысле только о бабах Нет, представьте себе Был не у бабы Ну, то есть, конечно Но не сразу А был я В казино Ой, ну как с вами скучно Да Много проиграл-то Нет Ну вот и отлично Ты не мог бы почистить зубки Лечь баеньки И потревожить меня С этой потрясающей новостью Немного позже В 6.38 Например Например Клебан, ну на самом деле Имей совесть, а Вообще-то я немного выиграл Прекрасно Купишь мне билет проездной А может быть машину? А может метро? Подойди к окошку И ты тоже Джекпот, мои хорошие Такие дела Джекпот, джекпот Вот Ну-ка, Лебанчик, нет слов Нет, я поверил, что ты трусы проиграл Но чтобы ты хоть что-то выиграл А он уже трусы проигрывал Помнишь Суркова? Не надо ля-ля Трусы тогда остались на мне Сурков не изверг Я чувствовал Я чувствовал Я всегда чувствовал Придет мое время И оно пришло Фортуна повернулась ко мне Передома, к лесу Всем остальным Бедный лес Слушай, Клебанов Я, конечно, все понимаю Но а что ты ко мне-то с этим приперся? Ларек, ну а что ты хочешь? Я с такими бабками буду по городу ездить И отдельные презентации Мишани устраивать Денежки, Лариса, пускай Пока у тебя побудут У нас же в квартире замки с Мишаней Сама знаешь, какие? Ну, ты понимаешь? Ну, ты же понимаешь Не-не, ты что, с ума сошел? Моя квартира не сейфа А вдруг что случится? Мне потом, не Ну, Ларек, что ты боишься? Это же ненадолго Это ненадолго Почему ненадолго? Потому что впереди Жесткий шопинг С тройной резьбой И шоколадом Ха-ха-ха! 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 Это уже излишне. Так нельзя. Да. Материальное все-таки не должно превалировать. Надо... Мишаня, держи и не превалируй. Не нужно было. Спасибо. Варек, поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Прости, что немного заранее. Вот. Ой. Ты что, сдурел, что ли? Иваныч. О, спасибо. Нет, я этого не могу принять. Ты что, с ума сошел? Ну не буду же я его носить. Я могу. Э, подожди, подарки-то не передариваются. Милые. Блин. Класс. Клебанов. А я думал, будет хуже. Все-таки деньги, они портят. Мишаня, ты смешной человек, ей-богу. Меня испортить невозможно. А деньгами так просто нереально. Ура! 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ах! 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 Туманов, с чего же начать? Ну, этот разговор назревал давно, и я полагаю, что его содержание не станет для вас сюрпризом. Может быть, чай, кофе? Нет, спасибо. Вообще, знаете, ходить вокруг да около – это не мой стиль. Прямой разговор всегда лучше, не так ли? Так, прямой лучше. Вы уволены. Понимаете, вообще, подобные объявления – не самая приятная часть моих обязанностей. Но вот в вашем случае мне думается, что мы оба понимаем, что иного выхода у меня нет. А за что? Что-что? Меня уволят за что-то. Ха, я сейчас объясню. Ты самый безголовый работник в истории человечества. Даже если представить, что у тебя вместо головы задница, то и тогда трудно оправдать твою тупость. Туманов, свидетель бог, я не хотел, я не хотел тебе всего этого говорить. Я хотел по-тихому, цивилизованно. Но вот этим своим «за что?» ты меня допек. А за что? А-а-а! За что? Ты регулярно сводишь на нет всю работу отдела. Аналитик хренов! После первого твоего анализа рынка прибыль упала втрое. Втрое. Ты отвадил всех моих поставщиков. Ты два раза сорвал переговоры с Аргентиной. А ты помнишь почему? Потому что документами, которые ты подготовил, можно было только подтереться. Я уже не говорю о бесчисленных ошибках в расчетах. А? И ты спрашиваешь, почему? За что? Я тебя перевел в отдел продаж. И что же? Продажи стали таять на глазах. Благодаря тебе фирма близка к разорению. Ты скажи спасибо, что я тебя сейчас не выставил. От тебя, Туманов, от мертвого было бы больше толку, чем от живого. Знаешь почему? Почему? Потому что не было бы вреда! А-а-а! 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 Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Как наши успехи? Успехи? А, уволили меня. Отлично. По статье или... Или? Очень хорошо. Я словно чувствовал. Уже нашел вам местечко. Замечательная фирма, перспективная. Я клад пристойный. Записывайте-ка, душа моя, адрес. Сейчас запишу. Теперь ты забывай. Чтобы пробовать. ВЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Растает. Земл thought. ВЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ВЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Что у Вас теперь происходит? Извините, это я. О, Туманов. Илья Сергеевич. Будем знакомы. Борисов Александр Алексеевич. Мне Вас рекомендовали как очень ответственного и чрезвычайно исполнительного работника. Коллектив у нас небольшой, но дружный. Прошу вас. Скажу вам честно, сейчас перед нашей фирмой открываются такие горизонты, и на вас, как на аналитика, я возлагаю огромные надежды. Постараюсь не подвести. Вы уж не подвезете. Кстати, скажите, а почему вас уволили с предыдущего места работы? Это личное. Я бы не хотел. Замешана женщина. А, без вопроса. Умолкаю. Прошу вас. Спасибо. Прошу вас. Осторожно. Тут счеты везде. Прошу вас. Всем работать. Всем работать. Это чье? А, это мое. Да вы что? Успокойтесь, я вас очень прошу, выпейте воды. Я не хочу вашей воды. Выпейте. Давайте. И как вам это понравится, я хожу за собственным мужем, словно какая-нибудь шпионка, потому что он все время пытается покончить с собой. Он уже дважды резал себе вены. Слава богу, что я подоспела вовремя. И давно это все началось в Вену и все такое? Давно. Сначала начались какие-то неприятности на работе. Потом пошли какие-то долги. Дальше еще хуже. Вечером приходит домой. Я его спрашиваю, ты будешь ужинать? А он смотрит на меня и говорит, мы разорены. И в Петлю, я не знаю, я за счет не выливаю. Сразу в Петлю. Ну, тихо, тихо, тихо. А веревочку намылить? Какую веревочку? Что? Я пытаюсь подбудрить клиента, как ты любишь. А, тогда спасибо. Пока достаточно. Вы хорошая, помогите. Послушайте, это странная история. Вы хорошая, помогите. Мы попробуем подумать все, что можно сделать. И позвоним вам. Хорошо? Конечно, конечно. Конечно, вы только не волнуйтесь. Да. Вы добрый. Да, я добрый. Спасибо. Мы вам поможем, но это все естественно не бесплатно, вы же понимаете? Нет, да. Конечно, конечно, я все что угодно. Лишь бы он, он не покончил с собой. Все что угодно, только Бог не покончил с собой. Ну, на счет все что угодно, это вряд ли. Лучше деньгами. Ну, слушай, я не пойму, как человек может из-за денег покончить с собой? Это потому, Мишаня, что у тебя отродясь приличных денег не было? Наверное. - Клебанов, если это очередной кастинг на Северный полюс или еще какой-нибудь твой закидон, тебе конец. Виталий, сразу Клебанов. Девушка, скажите вот этому дурачку в очках, что хочет сделать ваш брат после того, как разорился. Окончить с собой. Слушай, Мишка, тут такое дело. Короче, мы валяем в суицид. Да все. Где, кто, кому, когда. Может, враги какие-нибудь, родственники. Что, все? Удачные попытки есть? Пока нет. Эпидемия какая-то. Похоже. А я вам говорю, что этого не может быть. ВВ-банк или Шарашкина контора? Чем вы вообще занимаетесь? Да на нашем счету... Слушай, какой ноль? Вы рехнулись? Что? Когда? Вы позволите? А, саблин. Саблин. Ну, что у нас с голландцами? С голландцами у нас, что называется на сегодняшний день, все, как пока отказались профинансировать проект. Пока они не готовы, но в самое ближайшее время они обещали... Свободны. Как в кино. Я банкрот. Я банкрот. Что? Продолжение следует... Музыка. 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 Сколько, сколько? Три, три раза пытался выброситься из окна и один раз вешался. Не понимаю, что здесь смешного. Да ничего. Просто мы к самоубийцам привыкшие. Что ни день, то у кого-нибудь до последней. Простое дело. Все по прискуранту. Ларек, я тут набросал вкратце. Трекс! Предотвращение самоубийств. Затупление всего колющего, режущего, пилищего, находящегося в досягаемости заказчика на случай закола, зареза, запила или газового отравления 300 долларов. Второе. Натягивание по периметру дома сетки из материала заказчика на случай выброса из окна 300 долларов. Третье. Подпил крюков, перекладин и прочих торчащих поверхностей на случай повешения 200 долларов. Четвертое. Круглосуточный контроль, принимаемый заказчиком пищи на предмет ее ядовитости с принудительным промыванием желудка в случае положительного результата. Фу! 500 долларов. Как минимум. Обивание ватой острых углов 100 долларов. И, наконец, в случае таки летального исхода заказчик не может предъявлять претензии к агентству по причине собственной кончины. Претензии с того света мы не принимаем. Директор НЛС Клебанов. Значит так. Дело плохо, человек гибнет. Фирма была для него всем. Он потерял себя, потерял смысл жизни. Я оплачу вам гонорар за работу плюс оплачиваю все расходы. Но вам придется поработать. Ну. Значит, Борисов, Александр Алексеевич. Ну. Что вам сказать, дети мои? Печально все это? Печально. Измельчали люди окончательно. Восемь попыток суицида и ни одной удачной. Разучились люди доводить дело до конца. В былые времена из петли не выскакивали. И пуля мимо лба не пролетала. Да, ведь любишь ты людей. Да. Витек у нас пармезан. Чего? Эээ, метропоз. Эээ, а также еще мезонин и узелин. мезонтроп. Да какая разница? Вы ж поняли. Да понял, понял. В общем, вы беретесь за это дело. Да. Собираетесь искать для суицидников смысл жизни. Вот так вот просто. Почему просто? Взялись, надо помочь людям. Да, помочь-то надо. Тем более, что дельце-то плевое. не пахано, не сеяно. Большой художник любит большие полотна. Большому кораблю большое плавание. Семь футов под килем. Так я не понял, ты с нами или нет? Я нет. Быть или не быть, там, где Гамлет натоптал Брегину, делать нечего. В общем, обнаружите какой-нибудь смысл? Звоните. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как-то это все странно. Тебе не кажется, Витя? Конечно, странно. А как же может быть не странно, когда за последние полгода восемь лучших фирм города разорились, а самые упакованные перспективные бизнесмены лезут в петлю, прыгают с крыш или творят какую-то непотребщину. Ой, да чего тут странного? Просто привыкли люди к бабкам, без них уже не могут. Все-таки портят. Деньги людей, ой, портят. Слышь, Монте-Кристо, а молва говорит, что ты уже унитаз золотой себе завел. А вот зависть ведь это нехорошо. Пардоним-во, сэкэмпри, сэзон фронт. I just called to say I love you. I can't get no satisfaction. Виктор, а если серьезно? Ну, а если серьезно, то не может быть, чтобы у этих ферм не было чего-то общего. Не верю. Должно быть. Ничего не понимаю. Дела шли абсолютно нормальные. Вдруг как подкосило. Стелки срываются, договоры расторгаются, конторы разоряются. Как сглазил кто-то. Иваныч, не начинай. А что, вот у нас был такой случай. Одна женщина хотела... Иваныч, знаю я этих женщин, которые хотят одного. Сглазы, привороты, завороты, отвороты. Это бизнес. Понимаю. Во мужику не прет-то, а. В смысле? Да устроился дядька в фирму, а она разорилась. Устроился в другую, та же история. Итак, посмотрите, восемь раз из восьми. Какому дядьке? Какому дядьке? Э-э-э... Туманов Илья Сергеевич. Клиническое ведение. Делайте ваши ставки, господа. Ставок больше нет. 25 красное. Е-е-е-е-е! Вам, Лидер, поздравляем вас. Спасибо. Ставки, пожалуйста. Не прет? Не прет. Говорит, не твой вечер. Бабки-то уходят. И не говорите, на красное. Я первый раз. Все на красное. Да? Тем более странно, новичкам-то везет. Увы. Спасибо. Ставок больше нет. Девять красное. Делайте ваши ставки, пожалуйста. Все на красное опять. Все на красное. 18 красное. Нет! Нет! Ничего себе. Мне так никогда не повезет. Делаем ваши ставки, господа. Хочешь, поставь со мной. А так можно? Можно, можно. Сегодня в день все можно. Все на красное. Ставь, ставь. Я везучий. Ставь. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ставь. Вот. Ставь. И смотри. Ставь больше нет. Спасибо. Смотри. 24 черное. Это я во всем виноват. Не надо было мне с вами ставить. При чем тут ты? Не покатила. Надо выпить. Ставки, пожалуйста. Хьюстон, Хьюстон, ответьте башне. Оторвай мне эту башню. Ну что? Очень интересно, дядечка. Спасибо. Тут один мужик почти все казино вынес. Отманов поставил с ним один разок. И дядечка прилетел. Может, он на казино работает? Не похоже. Его тут никто не знает. А ты думал, они с ним целоваться будут? Слушай, Хьюстон, сделай вот что. Ставки больше не принимаются. Что? Зачем это? Диорию одну проверить. Точнее, легенду. Тебе-то какая разница? Делай, что говорят. Не хами их, Хьюстон. Ну-ка, минуточку без рук. Кто вам сказал, что у меня денег нет? А вот это, вот, видишь, это не деньги, да? Это роликс натуральный. Мне его, между прочим, один депутат подарил. Да, подарил. Давай позвоним и спросим. Видал? Хрунт. Роликс уже не деньги, а? Алло. Сожрались тут. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья Сергеевич. Как дела? А вы, вы знаете, хуже не придумаешь. Я, я поставил с одним господином, а он проиграл. Ай, я, я и много проиграл. Вы знаете, пятьдесят тысяч. Ну, надо же, как не повезло. Вот, да, и не говорите. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. Ага. Да пусти ты меня, что ты прилипс-то, как банный лист. Друг! Друг, выручай! Дай одну фишечку, я тебе три отдам потом. Клянусь, честное слово. Выручай! Ну, пожалуйста, клянусь. Вот фишка. Вот он, видите, человек? Вот он, понимай, что ты. Видишь, на зеро сейчас поставлю, не выиграю, сам уйдусь. Зато руки-то распустил. Куда? Спасибо, дружище. Нет, за что. Нет, нет, спасибо. Нет, я так не могу. Я так не могу. Я на Мелину, я не нищу. Не возьмешь часы? Часы. Фишку верну обратно. Нет, нет, я взял часы. Примерь, 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 примерь. Да, примерь, примерь. Вот. По-моему, ничего. Ничего. Вам нравится? Спасибо. Не за что. Спасибо. Пожелай мне удачи. Удачи. Спасибо. Удачи. Удачи. Благодарю. Спасибо. Удачи. 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 КОНЕЦ 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 Алло. Здравствуйте, Илья Сергеевич как поживаете? Ничего. Гонорар за две последние фирмы и вчерашний проигрыш господина в казино переведен на ваш счет. А сегодня срочный заказ. В пять часов в гостинице Охта в конференц-зале состоятся важные переговоры о долговременном партнерстве. Так вот этого партнерства быть не должно. Так что будьте любезны, поприсутствуйте. Я не могу. Что значит не могу? Я вас не в кино приглашаю. Я понимаю. А я сегодня не в форме, кажется. Всего хорошего, чтобы в пять был на месте. До встречи. Очень рад. Всего хорошего. Благодарю вас за свечу. Очень рад. Спасибо. Надеемся на завтра. Благодарю вас. Благодарю вас. До свидания. Добрый день, Илья Сергеевич. Добрый день. Я вас не знаю. А мы вас? Мы вас очень хорошо знаем. Знаете, и давно хотим с вами познакомиться. Ну что, Илья Сергеевич, что, день-то не удался? Очередную фирму разорить-то не удалось? Что вы такое говорите? Смотрите сюда. В какой руке? Везет. Ну что, отпираться нечего. Мы в курсе. Пора начинать новую жизнь, Илья Сергеевич. Полоса кончилась. Вот уж не везет, так не везет. Понимаете, я с детства был страшно невезучим человеком. Как проклятие какое-то. Мучился, страдал. Когда ушла жена, я даже не расстроился и не удивился. Знал, что рано или поздно этим кончится. Со временем привык. Человек, знаете ли, такая... Ко всему, знаете ли, привыкает. А потом, как-то раз, подзвонил один человек. И моя жизнь перевернулась. Он сказал, что у меня редкий дар. И что я могу все, все, что захочу. И это действительно так. Да. Где бы я ни появлялся, все переворачивалось ног на голову. Выходило из строя, люди дрались, ссорились. Правда, я не доставалась. Но это уже издержки. При этом я не прилагал никаких усилий. Все как-то само, само. Вам за это платили. Да. И очень хорошо. Меня устраивали на работу со временем. Там все рушилось. Меня валяли. И все по-новому. Ваш наниматель скупал разорившиеся фирмы за бесценок, устраняя конкурентов. А вам людей не было жалко? Они ведь в петлю лезли. Не жалко. Меня же ведь никто не жалел. Понятно. Кто вас нанимал? Я не знаю. Что значит, вы не знаете? Мы общались по телефону. Деньги он переводил на мой счет. Встречаться не хотел. Илья Сергеевич, если вы врете, зачем мне врать? Он сейчас должен позвонить. Что я ему скажу? Это он. Алло. Вы что, смеетесь надо мной? Ну и как это прикажете понимать, Илья Сергеевич? Как хотите. Я тут ни при чем. Вы же знаете. И вообще я устал. А я еще нет. Здравствуйте, Гуды. Сколько лет, сколько зим. Виктор, а вы-то тут с какого боку? Да так. Мимо шел. Значит, это ваша работа. Похвально, похвально. Ну что ж, ждите. Следующий ход за мной. А что же мне теперь делать? Вам? Ничего. Идите домой. Живите новой жизнью везучего человека. Жертв вашей деятельности мы худо-бедно к жизни вернули. Работа у них наладится. А вы впредь не шалите. А то вам крупно не повезет. До свидания. Особенно мне понравилось тому и вернули. Это мы ведь вернули, а не ты. Между прочим. Детка, я думаю, от этого мой гонорар не уменьшится. Что с лицом? Брился. А паром? Витя, быстро говори, что за хреновину я вчера сделал в казино. Что случилось? А то, что я в полной. Проиграл, и все короче. Еще должен остался. Кому? Подождите, пожалуйста. Ну, не казино, но двум солидным бизнесменам, которые дали мне в долг. Что я делал? Да ничего особенного. Просто по легенде, это один из комаровщих обрядов. Если невезучий возьмет у везучего какой-нибудь предмет, то невезение пропадет. Тебе последнее время перло, как останка. Поэтому я и подумал, что неплохо было бы поделиться во имя благого дела. Спасибочки. А обо мне ты подумал, свинья? А при чем здесь ты? По легенде, везучему ничего не делается, если он только не берет у невезучего какой-нибудь предмет. Что ты у него взял? фишку. Детка, заткни, пожалуйста, ушки. Вот так. Можешь открывать. Но я надеюсь, ты хотя бы на нее не играл? Да нет, конечно. Просто для информации. Ну, а если даже играл, то что? Детка, заткни, пожалуйста, ушки. Тогда ты в полной жопе. Можешь открывать. А ну-ка, быстро, бегом за Тумановым. Он должен сам подарить тебе часы, тогда тебе будет счастье. Ну, Витя. Спасибочки. Слушай, а откуда ты узнал эту штуку с обрядом скоморожья? Ты знаешь, я одно время учился на режиссера массовых праздников и делал курсовик на тему скоморожья обряда Древней Руси. Как знал, что с вами свяжусь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И... КОНЕЦ 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 КОНЕЦ